От чтения перейдем к пению, вернее, к игре на музыкальных инструментах. Во всем мире очень популярны игры на гитаре, но не на простой, а на воображаемой. Вот, ребята, как Сережа делает. Воздушная гитара — вид искусства, состоящий из движения, в котором исполнитель делает вид, что играет на воображаемой электрогитаре, имитируя все движения настоящего гитариста. То есть не просто он какой-то тра-та-та-та-та, а прям вот невероятная экспрессия, невероятная яркость, проходят даже целые чемпионаты мира по игре на воздушной гитаре. В 2015 году Кирилл Блюменкран стал победителем из России. Но талантливый наш соотечественник не только на харизму, но и на изобретение. Так, школьник из Красноярска тоже умеет играть на беструнной гитаре, вернее, струны есть, но они не совсем обычные, не физически назовем их так. Но вот какие именно нам не просто расскажет, но и покажет сам изобретатель, который находится в нашей студии, Иван Зинченко, создатель лазерной электрогитары. Доброе вам утро! Доброе утро! Рады поприветствовать. Да, в принципе, что вас спровоцировало на это, на создание такой вот необычной гитары? Струны постоянно рвались или что? В чем причина? Не было, на самом деле. Просто много лет играю, мне очень нравится сам инструмент, хотел его улучшить, хотел доработать. То есть он оказался не идеальным? Как по мне, да. Так, хорошо. А как вообще, в принципе, идея возникла именно с прерыванием лазеря, я так понимаю, да, происходит? Да, да. И за счет этого возникает звук. Как возникла идея именно такими сделать струны? На самом деле я очень много думал над тем, что именно я хотел изменить в существующих гитарах. И вот как-то просто с ума пришло. Хорошо. А в принципе, ну, как бы с прерыванием там все ясно, все просто, за счет программного обеспечения достигается. А вот относительно ладов, как здесь обстоят дела? Ну, пока лады реализованы чисто для проверки кода, в будущем их будет, конечно, значительно больше на каждую струну. Сейчас каждый лад, каждая кнопка является отдельным ладом. Можно продемонстрировать? Да, конечно. Если играется так, если слышно, и совсем другой звук при нажимании кнопки. Ага. Ну, то есть как-то некая такая педаль, правильно я понимаю? Да. Можно что-то продемонстрировать из-за... Я ничего не понимаю. Ты же за женщина, это нормально. Нет, я... Шучу, конечно. Я имею в виду, можно какую-то мелодию прямо сыграть? Правильно играть, да. Я попытаюсь, но пока кот не отлажен. Сейчас что-то попробую изобразить. Ай, черт, кот не отлажен. Слушай, это неотлаженный кот. Не дает творчество проявлять шай. Скажите, а вот когда я в свое время пробовала, училась играть на гитаре, то там все понятно. Ты зажимаешь струны, ты их чувствуешь. У тебя как-то понимаешь, там погромче, потише играть. А здесь ты просто водишь в воздухе. Ну вот, как вы говорили, существует соревнование по виртуальной гитаре. И, в принципе, люди, которые этим занимаются, чувствуют уже опыт, с опытом приходит игра на таких инструментах. Внутри это находится у тебя. А какие преимущества тогда дает вот именно такая гитара? Ну, во-первых, она может быть гораздо легче обычной гитары, гораздо дешевле. У нее не надо менять струны. И обширная библиотека звуков. Я могу открыть другое приложение и включить, допустим, другой музыкальный инструмент. Хоть духовой, хоть струнный, хоть ударный. Что угодно. Ну, в общем-то, да, удобно. Слушайте, а вообще, в принципе, как ребята в школе уже относятся к этому? Мы, кстати, играем. Просят ли поиграть? Да, да. Вообще, в принципе, как? Собираются в зал уже или пока еще играть для класса? Мучаете своим искусством всех? Класс восхищен моим проектом. Удивлены? Да, каждый раз приношу, все сразу набегаются. Кто из учителей больше всего ахал-охал? Учитель физики? Информатики. А, или труда? Пятерку поставили уже за год? Пятерку мы уже закончили. Ага, а вам за это, может быть, ну, что-то хотели выручить, не знаю, поздравить? Может быть, проще стало в экзаменах с учителями? Может быть, в ЕГЭ? Просто главный плюс – это опыт, конечно, который я получил. Пока просто знают, кто точно выступит на весеннем концерте. В Олимпийском? Конечно. Господа, поэтому мы уже покупаем билеты. А скажите, есть вообще еще, в принципе, варианты доработать какие-нибудь еще инструменты? Или теперь гитара может заменить вообще, в принципе, все, и уже идеалу предел настал? Нет, конечно, гитары все не заменят, это точно. Конечно. Нужно поработать над духовыми, я думаю. Следующий этап будет духовыми. Они несовершенны. Они отличаются принципом звучания гитары. Ну что ж, пожелаем вам справиться с ладами, правильно я понимаю, правильно я говорю. Вот, и, конечно же, обуздать всю эту гитару, и потом продемонстрировать настоящий рок. А может быть, рокопопс. Но мы очень гордимся, безусловно, тем, что живем в одном городе с такими невероятными создателями лазерной гитары. Иван Зинченко, спасибо вам большое, это очень и очень круто.